итак ребят я знаете что подумал сколько я веду канал уже несколько лет ни разу не показывал вот истинно полный сбор вещей которые мы берем с собой в автопутешествия если кто не знает я в прошлом или позапрошлом блоге говорил что мы едем в Сочи я вам сейчас покажу вообще все что мы берем и буду постепенно рассказывать показывать попробуем все это сделать одним дублем не знаю что из этого выйдет ну надеюсь будет интересно давайте кратко наверное перейду к технике что я с собой беру дрон у меня 1 мавик ничего особенного старенький пультик у меня тут батарейка от него в целом ничего интересного беру вот такой чемоданчик еще с собой тут у меня всякие ништяки для камер сейчас прямо кратко покажу у меня здесь вот такая мохнатка этот микрофон здесь у меня airpods и дополнительная батарейка для камеры sony сейчас я снимаю на камеру дополнительные винты для мавика после того как у меня в донбай упал он в снег и винты разлетелись я решил что всегда буду с собой дополнительные брать так дальше по технике беру с собой пленочную камеру которую купил рядом с маминой работает там прямо делю магазину такой техники вот такая штуковина тут у меня еще 30 кадров с Катей обязательно поснимаемся дальше что у нас по технике вот берем с собой дополнительно это а7 с 3 с объективом 17-28 миллиметров такая штукенция которая сейчас стоит неимоверно много денег и два штативчика вот это для камеры которая сейчас снимает и вот этот штативчик manfrotto тоже но они оба manfrotto вот в принципе логотипчики есть для того чтобы держать телефон мобильный удобно такая держалка подходит вообще для всех телефонов поэтому удобно что еще беру с ноутбук ноутбук наверное это не сильно интересно у меня расскажу у меня м1 на 256 гигов ну я думаю особо нечего про него рассказывать беру вот такую штучку это у нас переходничок через тайп си тут можно флешечки всякие ну тут много юсб для того чтобы подключать различные периферии из периферии у меня в принципе вот только вот жесткий диск 860 его на 1 терабайт сюда я скидываю все свои видео твой а это мой но я его тоже возьму у меня вот в этом чемоданчике который показывал тоже есть там у меня еще помимо винтов еще куча флешек но это никому не интересно зарядочку дополнительно берем это xiaomi на 20000 так что у нас еще тут из техники то да будто бы еще ну зарядка опять же для мавика объектив а дополнительно еще объектив это тоже для соньки это 28 75 чтобы дальнобойные кадры снимать моя техника а это может быть люди не поймут что это такое это в общем карточки я показываю на себе непонятно почему эти волосы не катышки кстати блин да попробуем по-любому на катыш его волосы будет я боюсь я боюсь не ну может быть да не чувствуется еще одна батареечка это для кэмона чё у нас ну это моя вот как бы штучка у меня тут все карты и денежки но я не буду показывать документы еще но это наверное к технике мало относятся но тем не менее эта техника это бритва который я пользуюсь уже достаточно продолжительное время что это за моделька ng 5730 у меня здесь насадка 1 миллиметр стоит у меня насадка для в общем для носа и насадка она такая регулируемый сейчас тоже покажу вот так вот выглядит вот такая пипка в общем тут от 3 до 7 миллиметров можно бороду стричь и так далее ну а миллиметровая понятно только как если там внизу немножко подбрить это тоже из техники смотрите какую красоту нашел это у нас обычный мини джек или как он аудио джек в общем для моего ноутбука чтобы когда эрпод засадятся можно было еще посидеть помонтировать для зарядки девайсов беру такую штукенцию это белки два провода смотана чтобы он такой компактный был здесь тактишка и лайкинг ну еще парочку возьмем как все дополнительно собирает делаем это все опять же в онлайн режиме давай все 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 прям проводки в отдельную сумку вот это у меня батарейка для вот этого канона ее пока ее пока не надо наверное брать давай дальше тебе наверно слово передам сейчас пока посижу и потом наверное дальше будет а я когда могу так положить с ней ничего не будете я так положу и закрою лучше не стоит конечно не стоит я боюсь что там экранчик можно не ставить да камеру отдельно технику себе в сумку поломила мы просто не будем ставить вниз куда-нибудь сверху положим да чтобы она просто не заминала сиденьями ноутбук короче и камеру положим в рюкзак тогда я обычно ноутбук смотрите я просто ребятам покажу у меня здесь рюкзак вот такой на дофига литров я уже даже не помню до сколько nike купил я в спортмастере по скидке здесь вот рядом со спиной вот так вот он вкладется и все очень удобно вот так вот в общем тут плоская такая штука поэтому я обычно обычно сейчас тоже ребятам расскажу вот в этот аптек напихиваю много вещей и камера она как бы вот так вот сверху тут у меня и все очень удобно ночью не задевает поэтому надо сделать так же ну в этот раз этот рюкзак беру я потому что возвращаться буду на самолете и без ручной без багажа именно с ручной кладью подожди а сколько килограмм ручная кладь есть это будет весить больше чем ручная кладь придется доплачивать ну да ладно так витамины сюда показывай ну возьми покажи пожалуйста витамины ну а что их показывать у нас омега тут от компании салгар вот всякие тут я не знаю что еще цинк медь в общем все пьем не просто так по назначению врача поэтому мы бездумно это делаем это прям со всеми интересно мы мыло берем иногда может по леске пригодится я сюда положила все наше мыльное рыльное твое кстати тоже я взяла будем показывать что у нас тут ну что то я покажу да а у тебя мыльное рыльное вообще ничего нету у тебя там только дезик у меня мыльное рыльное это дезик давай тоже покажу да я его убрала причем я завязала так что я не могу открыть ты туда лучше смотри а то звук плохо будет слышно он же сюда бьет видите все прям лайвом в онлайн режиме как мне нравится у канада картинка не могу вообще класс это все что ты берешь в принципе смотрите ребят вот это прям интересно это у нас как же эта компания Gatsby называется воск для волос офигительно если где то найдете купить он называется сейчас я вам покажу вот грунш что то там ну вот читайте а мой любимый дезик мужской вот такой bioderm bioderm home контроль до 48 часов хотел сказать 24 но не вышли ну у меня здесь косметика шампунь и бальзам кстати бальзам я в баночку из под чего это баночка помню здесь орехи были я сюда бальзамы на нафигачила потому что я не хочу брать в себе огромную бутылку а шампунь это по моей рекомендации он без парабенов или всякой вот этой фигни да умывашка ну ты показывай умывашка ну я думаю это не сильно будет все интересно ну да резинчики я все резинчики сюда запихнула все свои резинки духами мы пользуемся ну вот одними и теми же то есть и Катя и я они унисекс кто то писал что они женские но нет они не женские ну там просто люди прочитали я не знаю почему на сайте золотое яблоко написано что они для женщин хотя и не секс на профессиональных вот этих сайтах где типа парфюмы всякие обсуждаются описывается написано что это унисекс и у них на сайте тоже шо да еще раз покажу вот вот так вот видно да ведь видно я всю свою косметику вместила в одну морковку сюда поместилось все но мне много и не надо так это вся моя косметика ну-ка давай посмотрим что тут у нас я даже сюда свою эту такую фточку бьюти блендер положила ну я не знаю как это все рассказывать описывать не обязательно все показывать там потому что у меня есть лежат женские штучки как ты видишь ну ладно все я все равно не знаю как это обозревать пасту мы берем вот такую в дорогу кстати очень рекомендую называется марвис именно анисовая мята офигительная она очень мягкая я кое чем поделюсь насчет этой пасты мне она очень нравится но мы взяли сразу разные вкусы попробовать и я думала у меня ни на что нет аллергии но я ошибалась когда я попробовала эту пасту с корицей там есть паста такая красный тюбик с корицей что-то я почистила зубы у меня ничего не горело не болело я подхожу к Андрею и начинает угорать а у меня оказывается как у клоуна наверное не знаю все красное вокруг прям ядрено красное прям границы четкие походу у меня аллергия на корицу ну или просто на пасту с корицей так ну давай это все складывать сразу батарейку здесь оставляем в том что вот я записываю на эту камеру да и она в какой-то у меня тяги поэтому выбирать не нужно дальше очочки блок кстати мои а ну мои тоже где-то здесь я не все показала ладно это даже не вижу смысла сейчас дома что-то из мыльного рыльного я не положила в тот мешочек я положу это в рюкзак причем вот этот маленький кармашек потому что мне это понадобится в дороге мне обязательно понадобится крем умывашка не могу все сразу показать такая умывашка дезодорант и вот это это тоник я бы сюда перемыла давай все равно людям интересно будет вот такой дезодорант офигительный кстати я им тоже пользовался то есть если шампунь и бальзамы всякая прочая фигня мне не понадобится там мыло и гель в дороге мне это не понадобится вот этим я пользуюсь да давай перед словом причем Андрей этим тоже пользуется я ему на ватный диск это все капаю он умывается он не знает что он делает что за этапы но он это делает мне нравится пост эффект у него освежающий и кожа становится потом еще кремом увлажняем да у тебя в принципе кожа сама по себе очень такая жирная вот здесь вот здесь именно т-зона а под усами блин я не знаю что с этим делать уже и мама тебе покупала как это скатка пилинг скатка оно тебе вообще не помогает в общем у него под усами прям шелушится очень сильно я не знаю что с этим делать но это кстати не всегда оно как-то хаотично происходит не знаю даже может быть знаешь переходы то тепло то холодно мы же постоянно в поездках и климат разный и расческу беру с собой тоже у меня где-то будет прям сверху рюкзака лежать потому что я этим пользуюсь в дороге ты расскажи про эту расческу чем она привлечет она самая дешевая из золотого яблока но она офигенная прям мне на очень нравится самая дешевая да она 300 рублей стоила ты чего она 300 рублей стоила она 900 стоила она 300 стоила не 300 это 900 она стоит нихрена себе дешевая ты еще когда скажла июльке PamB Photoshop 900 даже 60 как самая дешевая говорят нифига себе мне что-то казалось 300 рублей она стоила коцарь стоит почти все она не самая дешевая мне реально казалось потому что мы Юле покупали второй раз мне показалось на цене было 300 Самая дешевая, это магнит-косметик за 15 рублей. Она стоит косарь, но она очень классная, мне нравится. Она деревянная, и что еще про нее сказать? В общем, для моих волос она прям прекрасно подходит. Что, дальше идет? Ой, вот еще знаешь, что надо убрать? Это у нас зарядочка от камеры Sony для батареек. Ну, короче, она называется BCQZ1. Ну, для Z-батареек. Сейчас девочкам, если будет интересно, вот эту штучку, косметичку, я купила в X-price лет 5 назад, и теперь куда бы я ни ездила, у меня всегда здесь нижнее белье, купальники и всякая прочая фигня, топики иногда могу, пижаму положить. Все, у меня все помещается в эту штучку. Прикинь, в X-price она стоила 100 рублей, по-моему. Сейчас опять будут спрашивать. Катя, ты стрим не носишь? Так, помоги мне вот эту такую убрать. Что? Ну, вот эту зарядочку. Ну, вот эту. Еще у нас будет отдельная зарядочка. Вот так вот выглядит. Ничем не примечательная. Это не микро даже, а мини-USB. Ей, по идее, можно и эту камеру заряжать, и нашу вот эту портативную щетку. Помнишь, ты говорил, не понимаю, почему люди постоянно слова коверкают? Ну, то есть умешительно ласкательно вот это. Ты сейчас говоришь зарядочка. Тебе ничего не смущает? Почему ты говоришь зарядочка? Я не знаю, я даже не думал об этом. А сам задавал такой вопрос. Давай теперь по одежде, мы все рассказали. Ну, давай по одежде. В общем, беру шорты, купил в Адидасе. Честно говоря, говно, потому что они скатываются. Но у нас есть вот эта штучка. Да, и Катя мне на самом деле уже все сделала. Я буду спать в них, в тачке. И там в Сочи подумал. Это единственные шорты, которые ты берешь? Ну, это домашние. Конечно, она фига мне домашняя. А, те, которые ты будешь ходить? Вот. А, те, которые буду ходить, я их взял. Взял? Взял, да. А, ну, хорошо. Куча трусов. Все равно людям будет интересно. Взял я с собой. Лягушки не брал? Три, четыре, пять. Пять трусов и еще сколько там сушится. Штук семь возьму. Я еду на две недели. Катя там будет месяц. Может быть, даже влоги будет снимать на вот эту Соньку. Ну, не месяц. Поменьше. Не месяц. Меньше. На две недели я с расчетом, что просто трусы потом буду пачкой стирать. А, ты на три недели. Может, три с половиной. Дальше по вещам. Беру всего две толстовки. Вот такую черную кьюга. И беру с собой. Хотя, вот эта тут еще серая лежит. Но мы ее из кадра, так скажем, выпихиваем. Потому что я ее брать не буду. И бежевая. Вот такая Томми. Она очень Кате нравится. Да и мне, в принципе. Да, это мои самые любимые толстовки. Толстовки Андрея. Черная кьюга и вот эта бежевая. Из маек. Что я беру? Из штанов. Я беру с собой вот такие джинсы. Из маек. Из штанов. Не, наверное, со штанов. Я, наверное, возьму с собой светлые джинсы. Да. Я их купил в косе. А ты ремень не берешь? А я не ношу ремень. Я беру с собой вот такие штанцы. Это у нас спортивки. Куплены они в H&M, по-моему. Да, в H&M. Не знаю, что делать. Он постоянно спрашивает. Говорит, что будем делать с спортивками, когда H&M закроется. Сколько мы с тобой магазинов обошли? И вот в каждом магазине есть спортивки. Причем классные. Поэтому не переживай. Я только переживаю, что у меня шорты что-то изговнякались. Ну, в общем, беру серые шорты. Боссовские. Видишь, что-то чуть-чуть отстирать надо. Да, я вижу, отстирать. Ну, сейчас не будем. Заморачиваться уже в Сочи сделаю. И черные. Ну, тоже они боссовские. Они просто это, не подумайте. Я сначала серые купил, потом черные. Они просто прикольные. Такие трикотажные. И мне они очень нравятся. Дальше у нас по вещам обязательно с собой беру. Вот это у меня домашние майки, которые не жалко. Тут гэповские, серые, белые, черные. Это все гэп. В тачке спать, по дому ходить. Я не буду много набирать, потому что будет тепло. И, вероятно, я просто буду с голым торсом ходить. Я надеюсь, что будет тепло. Кстати, на секундочку хочу сказать, что сегодня был какой-то мега холодный день. У меня ближе к вечеру градусник показывал 7 градусов тепла. 23 мая. Мы в квартире мерзнем. Потому что отопление отключили, на улице холодно. Я даже простыл, будто бы вчера я себя чувствовал вообще ужасно. Мы этот видос вообще должны были записать, наверное, раньше. Мы бы вчера все успели, я себя хорошо чувствовал. И на вопросы бы ответили. На вопросы мы точно вчера бы ответили, но мы что-то как-то не стались. Дальше куча хомяков. Но тут не буду отдельно рассматривать. Кстати, хомяки у меня также здесь. То есть у меня есть и купальник, и нижнее белье, и хомяки, и, по-моему, пижамы сюда я запихнула. Да. Короче, у меня здесь все. Это очень классно. Ничего, что я сейчас буду по отдельности показывать, потом поможешь мне скрутить компактно. В общем, по майкам беру вот эту с собой, найковскую. В России такую не возьмешь. Купленную в Гонконге. Вот такая, типа, светленькая была. Какой цвет? Бирюзовый? Фиолетовая. Это у нас вторая штука. Две черных майки. Вот эта косовская, прям плейн, без всяких логотипов. Очень прикольная. Вы бы знали, как я эти майки перебираю. У него есть домашние, а есть, в которых он выходит на улицу. И домашних чуть поменьше, но это не важно. И он постоянно, я говорю, подойди, пожалуйста, и скажи, какие домашние, какие нет. Он подходит, и он прям мучается, говорит, все, все. А у него такая прям стопка. Постоянно уйти хочет. Да, у меня их очень много. Фьюга, прикольная, тоже черная. Беру с собой. Ну, тут еще одна черная, косовская. И две белых. Вот такая пола. Как же их много. И вот, Томик. Все, я больше майки не беру. Про домашние рассказал. Возьмем с собой полотенце. Плюс дополнительно нам надо будет взять еще два маленьких полотенца, которые сейчас в ванной лежат. Для того, чтобы лицо протирать. Мне точно нужно. Ну, а мне нужны бумажные с собой возьмем. Да, и бумажные возьмем, потому что мы, несмотря на то, что в машине, по поводу гигиены у нас все очень классно. И умываемся, и подтираемся, и полотенчики с собой берем. Поэтому все прекрасно. Ну, дальше твои вещи остаются, наверное. А че-че, которые мне подарила мама Андрея. Ну, я их показываю. Вот еще даже тряпочка лежит. Ну, ты их нацепи тогда уж. Я их начал разбирать там на каком-нибудь моменте, но... Да, тебе очень идут. Классно. Такая-то лисица у них. И ты мужчина. Так, что еще я беру? И задержки. И задержки у меня из футболок всего две. У тебя, конечно, их куча, но я беру всего две футболки. Ты же покажи, пожалуйста. Да, зато у меня полно топиков. Ты же знаешь. А, ну да. У Кати топики. Это я и подарю. Одна вот такая? Вот, я ей подарю. Ну, короче, блин. Да, давай. Черные, две серые. Так, это то, в чем я поеду. В спортивке. Черный топик. Вот так. И сверху накину, потому что в Москве как бы еще прохладно. Прям достаточно сильно прохладно. И завтра мы уже сегодня поедем, тоже будет холодно. Да. Но когда приедем в Сочи, я надеюсь, нам будет тепло. Это правда. Ну, и еще я... Ай, блин, я сейчас так больно сделала. Беру с собой вот эту штучку, которую мне связала мама Андрея, потому что у меня очень сильно мерзнут уши. Я, конечно, может быть, выгляжу не очень хорошо в ней, но она мне помогает. Не, она классно выглядит. Ты зря. Да? Да, классно выглядит. Надеюсь. Вот. Но она меня спасает, и как бы в Сочи, на набережной будет сильный ветер по-любому. Я буду ее иногда одевать. Возможно. Так. Я не знаю, брать ли мне с собой вот эти спортивки. Брать? А вверх у тебя есть? Ну, я бы не беру с собой. Много места займет. Ну, тогда не бери. Почему? Ну, у тебя штаны есть сколько? Одни. Или двое? Ну, вообще, сейчас скажу. В общем, я беру такие же спортивки, как и Андрей, серые. Потом я беру с собой левайсовские джинсы голубые. Может быть, не стоит потом все мне это вести? Ну, и что? Не ты же напрягаешься в машину. Я беру с собой кожаные штаны. Мои любимые. Я без них никуда. Я их обожаю. И черные джинсы. Нахера себе у тебя штаны. Так пока трое я показала. И черные джинсы. Трое. Раз, два, три, четыре. Что? Пять. Давайте я еду. Ну, ладно. Вот это четвертый. Ну, окей, ладно. Я не буду брать спортивки адидасские. Так и лучше быть. Из теплых кофт я беру всего парочку. Одну вязаную такую белую кофточку. Она даже молочного цвета. Я вот не знаю, брать ли мне или нет черную. Толстовку? Да. Которую с надписью. С надписью мне не надо. Если что, мою возьмешь. Черную или... Ну, условно, вечером холодно. Да? Хочешь, мою надеваю, и все. У меня клетчатая штука есть. Рубашка такая тепленькая, флисовая. И я беру с собой еще кожанку. По-любому, по вечерам там холодно, даже летом. Поэтому я беру с собой. Слушай, а мне брать что-то? Я ничего не брал из-за одежды верхней. Или мне мою клетчатую взять? По-любому, едь в клетчатый, потому что вечером там прохладно. Но я думала, может, кожанку возьмешь? Не, если кожанку брать, это боты брать, это... Почему ты не можешь с кроссами кожанку носить? Я не понимаю. Я ношу с кроссами. Не, кожанку не буду. Вот у Андрея такая фигня, что кожанка офигенно на нем смотрится, но он всегда носит это с какой-то футболкой, серые джинсы и боты. Всегда. Вот только такой образ. Всегда? Я два раза это просто надевал. Да, но я даже на фотках видела, и со мной это надевал. Ты по-другому не можешь кожанку носить. Я не знаю. Можанка под все подходит. Ну, как-то так. Не знаю. Ну, ладно, думай, что возьмешь сверху. Блин, ну у меня очень много таких треслов. Все, я посижу уже. Короче, у меня всякие снарядики. Я не знаю, стоит ли их показывать. В общем, длиннющее платье черное в обтяжку. О, это будет очень долго. У меня дофигища топиков. Ну, каждый я не вижу смысла. Это все топики. Их тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь таких. Еще одна. Один черный с длинными рукавами. Беру юбку черную обычную. Я очень надеюсь, что там будет тепло, иначе мне это все не пригодится, если она будет холодно. Андрею, кстати, очень сильно нравится. Вот эта юбка-шорты. Ну, сзади это шорты, а здесь это юбка. Да, тебе же нравится? Да, да. На счет этих шортов, они в общем очень короткие, джинсовые. Мне они очень нравятся, но у Андрея, блин, его татарские корни. Да там жопа видна. Да ничего не видно. Видна, видна жопа. Ну, он не против, чтоб я в них ходила. Короче, давай уже потихонечку. Чего-то у тебя как-то много. Я так смотрел. Чего? Ну, не разворачивай только, просто покажи. Это платье, которое мы предпоследнее, короче, видел, да? Да, мы показывали. Да, мы его показывали. Короче, кто вообще впервые зашел, может там посмотреть, в принципе. Все видно. Это тоже платье, когда я Кате купил. Но я ее все равно разверну. Вот. Оно выглядит, может, в руках не очень, но Кате прям очень классно. Ну, и еще пару нарядов, да. Все? Нет, я еще беру с собой рубашечку такую тоненькую, черную. А что ты мне даешь, сама показывай? Ну, я, чтобы побыстрее было. И вот такой черный топик на резиночке здесь. Так, и еще у нас что остается? Давайте. Вообще, если девчонкам было бы интересно, я бы показала все наряды, все это померила бы. Но мы хотим прям быстрое видео, короткое. Что берем? Да. Вот удивительно, у меня еще тут отдельные пакетики есть с вещами для тачки. У меня есть кипятильник от 12 вольт. У меня тут есть, ну, это у нас уже аптечка. У нас тут абейсбол и всякие необходимые лекарства. Обязательно берем с собой в поездке туалетную бумагу влажную. У нас тут розетка 220, которая в 12 вольтовой. Я ее тоже показывал. Она меня бесит, потому что она пищит. Ну, вот другую я не купила. А это я Андрею отдала. У меня просто в Сочи это лежало в ящике. Мне подарили, в общем, этот баллончик. Тут написано антидог от собак злых. Ну, я думаю, так, на всякий случай, чтобы было. Так, что тут у нас еще? Ну, всякие проводки. Тут это не сильно интересно. Куча одноразовых пакетиков. Еще зарядка для айфона. А, это как раз интереснее. Это от компании Xiaomi. Сейчас покажу поближе. Это такая штуковина, которая заряжается, как обычная зарядка, портативная. Ей можно накачивать шины. Ну, то есть это вот. Вот. Вот так. О, как это громко. Ну, тут дисплей. Он показывает, какое давление. И полной зарядки хватает на три колеса. Вот с нуля их надо накачать. Не знаю, почему на четыре не хватает. На три. Ну, потому что обычно... Ну, обычно подкачать надо. А вот так вот полностью не нужно. У меня дополнительно еще тут, смотрите, что есть от компании Volvo. Это... Как это по-русски-то звучит? Ну, как? Скажи мне. Ну, а что это? Я сейчас... Ой, вот тут протекает там даже немного. Смотри. Не, не нюхай это. Это, кстати, смотри, для дыхания не очень полезно. А-а-а... Да. О. А-а-а. Ходит тут и нюхает. Ну, пахнет. Короче, сами напишите. Я забыл, как это по-русски звучит. Из обуви мне сказали, что мы берем. Андрей показывал черные мягкие кроссовки, которые он купил. Где? Где это купил? Спортмастере, по-моему. Угу. Вот. Ему в них удобно водить машину. Поэтому он поедет в них и берет с собой белые. Такие. Все. Так, ну, в принципе, наверное, я все показал. Я тоже еду в черных кроссовках и беру с собой двое белых. И все. Да, в принципе, это и все показали. Да. Два рюкзака. Вот таких у нас почти одного цвета. Один черный здоровенный. Те ноги огромные. Из-за этого весь пакет занят теперь твоей обувью практически. Ну, ладно. Пальчики отрубим, чтобы все было покомпактно. А, вот он, еще один рюкзак. Смотрите, у нас как получается. Вот. Они чуть разных оттенков, но одинаковые по объему и по функциональности. Это наша обувь. Вот. Вся в одном пакетике. Единственное, у меня нету этих тапочек резиновых шлепанцев. Ну, шлепанцы на месте купят. И, опять же, повторюсь, говорил нет. У нас портативная это зубная щетка. Но мы ее пока не сложили, потому что мы чистим зубы. Еще будем пользоваться. Ну, вот, в принципе, и показали все, что мы с собой берем. На самом деле, вот этот базовый набор, то, что я показывал, он не меняется от поездки к поездке, то есть все одинаково. Поехали мы сейчас в Сочи, или в Казань, или в Дагестан, или в Чечню. Вот примерно вот такой набор. Только смотрим погоду и берем что-то теплое или не берем. Так, одно и то же. А у меня вообще не меняется. Я даже не помню. Я постоянно беру с собой две толстовки. А если, например, зима, то, конечно, я просто пухан беру. Либо более легкую куртку. Нет, у меня меняется, естественно. Я, если это зима, я не беру какие-то вот там платьишки, топики. А, единственное, рейтузы мои я беру. Да, да. Которые прикалывают. Потому что там впереди вот эта штучка, типа, чтобы писем вытаскивать. Я не знаю, где она, поэтому показывать не буду. А я знаю, где. Ну, я не буду сейчас скрыть смысл. Вот, поэтому, ребят, как-то так у нас получается. В принципе, вот записали одним дублем. Вот. Если вы что-то берете еще, ну, то есть, я понятно, вы сейчас можете написать, а что вы не взяли там, я не знаю, какой-нибудь йоты и так далее. У нас в аптечке вот все, что там лежало, там самое необходимое для желудка, башки, пластыри. Пластыри, зертейк от аллергии. Ну, вот, все, в принципе, там есть. Поэтому не пишите, что мы там лошары и что-то не взяли. Ну, да. Каждый берет что-то свое, что ему нужно. Как-то так. Ну, и тоже напишите, что вы берете в путешествие, без чего не можете обойтись. Мы можем потом еще один дубль сделать и показать, сколько у нас получилось в рюкзаках. Или уже склеивать не хочешь? Не, не, дело не в этом. Я это запишу уже, когда будет влог. Да. Когда я просто буду записывать, как мы идем к тачке и собираемся. Потому что всю дорогу я буду показывать. Ну, все, ребята, там ставьте лайки, дизлайки. Просто едем в Сочи, не знаю, дубль какой, сотый. Ну, да. Потому что мы столько раз туда ездили уже. Ну, все. Заканчиваем. Редактор субтитров А.Семкин